Дорогой народ! Как мы и предвидели, альянс России, Турции и Азербайджана после отчуждения Арцаха вследствие 44-дневной заговорщической войны отнюдь не намерен останавливаться. Они делают все и еще сделают, чтобы претворить жизнь следующие пункты этого чудовищного плана Путина-Лаврова, отчуждая на этот раз Сюник и навязывая армянскому народу Зангизурский коридор, ставя после этого под угрозу другие регионы Армении. Агрессия, совершенная 16 ноября, является ярким тому доказательству. Бездействие так называемых властей Армении в эти роковые дни заставляет нас выступить со следующим заявлением. Заявление Требуем организовать, вооружить и подготовить население Сюника и другой находящейся в опасности зоны. После совместного захвата и раздела области Арцах, Республики Армения, Россия, Турция и Азербайджан продолжают свою стратегию по перекраиванию архитектуры региона за счет территорий и суверенитета Республики Армения. Враждебный тройственный союз для реализации своей стратегии посредством Азербайджана использует тактику военных нападений и прорывов, создавая этим экзистенциальную угрозу, чтобы сломать волю и подчинить себе граждан Армении. А правительство Армении в угоду этому срывает обеспечение вооруженными силами обороны, а также отказывается организовать, вооружить и подготовить по меньшей мере население Сюника и другой находящейся в опасности зоны, благодаря чему созданная врагом угроза становится более реальной и результативной. От лица занимающего должность министра обороны Республики Армения, от начальника Генерального штаба вооруженных сил и от других представителей высшего командного состава требуем не участвовать в этом безмолвном предательстве и по меньшей мере организовать, вооружить и подготовить население Сюника, и другой находящейся в опасности зоны, прилегающей к территориям под контролем азербайджанских вооруженных сил, пресекая реальные угрозы геноцида и потери государства. В соответствии с этим требуем немедленно 1. Инициировать принятие необходимых законодательных регулирований для предоставления права иметь и носить боевое оружие и организации продуктивной самообороны на добровольной основе. 2. Параллельно предоставить добровольческим подразделениям самообороны необходимое вооружение, боеприпасы и снаряжение, включая средства связи, а также организовать их тыловое и военное обеспечение, придавая важность снабжению продовольствия, предоставлению формы, инженерному, в первую очередь, оборудованию оборонительных линий и их устройства, разведывательному, маскировочному, топографическому обеспечению. 3. Предоставить инструкторов и организовать подготовку добровольцев. 4. В то же время констатируем, что в случае осуществления имеющихся угроз по причине невыполнения представленных требований, руководство Министерства обороны Республики Армения, начальник Генерального штаба вооруженных сил и другие представители высшего командного состава, во главе с лицом, занимающим должность премьер-министра Республики Армения, берут на себя всю ответственность за вероятную потерю Родины, геноцид и другие тяжелые последствия. Совет Национального демократического полоса. 19 ноября 2021 года. Город Ереван. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч.